Добрый день! К чужому мнению, к чужому опыту. И считаю, что человек учится всю жизнь. Невозможно знать все. Как сказал один из великих, чем больше лет мне капает, тем больше я понимаю, что я уже не настолько молод, чтобы утверждать, что все знаю. Так вот, давайте мы сразу приступим к нашей теоретической части. Здравствуйте! Хотелось бы мне начать сегодня непосредственно с управляемости собаки. Мы ее касались так или иначе вскользь, я как уже рассказывал. Будем мы многие моменты обсуждать в большей или меньшей степени. Какие-то моменты пересекаются у нас, перекликаются на лекциях, но обязательно, я считаю, их проговаривают на каждой лекции. Какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. Сегодня хотел бы начать непосредственно с управляемости собаки. Если вы собираетесь идти в поход, то очень важно, чтобы собачка была вашей управляемой. Очень важно, чтобы она исполняла хотя бы несколько команд основные. Повторюсь, это команда «Ко мне», команда «Рядом», маркеры использования «Да-нет», команда «Фу», «Стой». Вот этого спектра небольшого более чем достаточно для того, чтобы избежать большого количества проблем, которые могут возникнуть в походе с собаками в лесной, горной местности. Да, в любой, на любой территории, где у нас город заканчивается и начинается уже живая природа. Не люблю слово «дикая природа», потому что она не так давно стала для нас дикой. Все-таки для нас она живая. Относительно управляемости хотел бы сказать следующее. Очень многие посещают площадки десировочные, очень многие занимаются на закрытых каких-то территориях, да, и считают, что проблем у них никаких нет. Я встречал неоднократно людей, которые говорят, что я за один день собаку научил команде сидеть. Ее можно учить и за пять минут, я вам даже больше скажу. Собачка умеет сидеть без вас, и лежать умеет без вас, и стоять умеет без вас. Научить ее за несколько минут этому действию несложно, как считают многие кинологи. Сложнее гораздо научить ее действовать так, как вам необходимо по этой команде в любых условиях. По этой причине обращаю ваше внимание на то, чтобы вы не ограничивались одной лишь площадкой. Есть площадка, на которой собачка работает, и со временем у нее возникает абсолютно нежелательная для вас связь. Вот тут я работаю хорошо, выходим мы на улицу, выходим в лес, подходим к дороге, к магазину. Я забываю все, и я начинаю жить своей жизнью. На этом я хочу акцентировать ваше внимание. Занимайтесь собаками везде только возможным. Площадка необходима только лишь как база. Потом вы должны нарабатывать все самостоятельно. И многообразие всевозможных ситуаций, моделей поведения, которые могут быть, все зависит от вас. То, как вы подойдете к процессу, насколько творчески. Потому что кинология – это очень творческая отрасль нашей человеческой деятельности. Вот на данном видео, на данном фото вы видите, что у нас большое количество собак может быть на площадке. И площадка хороша в каком плане? Это социализация. Не везде в условиях города мы можем вне площадки встретить большое количество собак. И можем дать возможность им находиться в свободном состоянии. Поэтому площадки нужны. Я их ни в коем случае не отрицаю. Но, еще раз говорю, занимайтесь вне площадки. Причем даже больше, чем на самой площадке. Следующий аспект, которого я хотел бы коснуться – это физическая подготовка. Если мы обратим внимание на людей, на наш человеческий мир, то абсолютно все виды служебной деятельности связаны с какими-то большими нагрузками, серьезной какой-то работой для людей. Они связаны с серьезным отбором. И отбор этот, в первую очередь, происходит по физическим данным. Если у тебя есть даже прекрасные способности, возможности и таланты в технической части по тому же самому альпинизму, но нет физических данных абсолютно никаких, от слова совсем, то делать вам там нечего, потому что вы станете обузой. С собачками все то же самое. И важно, чтобы вы помогали своему животному, помогали становиться ему сильнее, помогали становиться ему более уверенным в себе таким образом. И тогда в походе собачка у вас не будет для вас обузой. В данном фото у нас собачка, похож на Зеленхунда, тащит огромную гору бетонных блоков. Скажу вам прямо, не нужно сразу же свою собачку подключать на такие тяжести. Почему? Потому что вы получите инвалида. Особенно у нас любят начинающие собаководы заниматься подобной ерундой. И в результате, в лучшем случае, к трем годам у них инвалид. В худшем случае, он у них инвалидом становится сразу. Нагрузки должны быть постепенными, поэтапными. Все должно идти по нарастающей. Никаких скачков быть не должно. Иначе будут большие-большие сложности. Особое внимание хотелось бы уделить вот таким вот шлейкам. Шлейки, ошейники с утяжелениями. К великому сожалению, они не дают должного эффекта. Дочасто они приносят только лишь вред. Дайте своему животному, своему другу возможность двигаться более активно. Давать ему больше свободного состояния. Больше с ним гуляйте. И тогда вы увидите, что собачка ваша набирает и выносливость, набирает мышечную массу только благодаря тому, что бегает по лесу, когда вы гуляете. Бегает по полю, когда вы гуляете с другими собаками. Дайте ей самостоятельно развиваться. Животные эти самостоятельно эволюционировали многие сотни, то и тысячи лет. И никаких шлеек, никаких утяжелений у них не было. Благодаря высокодвигательной активности они развивались гармонично. На одном из занятий, по-моему, на первом занятии я говорил о том, что овчарка, замеряли с GPS-ошейником, которая пасет стадо, набегает в день до 200 километров. Представьте себе, да, 200 километров. 50-то бывает проходишь и выплевываешь легкие, хочется ноги свои отстегнуть и выкинуть куда подальше. А тут 200. Это что-то запредельное. И этой нагрузки более чем достаточно, чтобы животное сформировалось гармонично. Не бегите впереди паровоза. Не бегите впереди паровоза, да, и все будет хорошо. Конечно, эти 200 километров не нужно давать собачке пробегать. Я привел вам просто пример. А то наверняка найдутся те, кто скажет, так, Тузик, завтра у нас с тобой хорошая дистанция. И после этого собаку потеряют. Я к этому ни в коем случае не призываю. Очень негативно я отношусь к забегам на велосипеде. Почему? Потому что наши дорогие собаки, они бегут на четырех лапах, да. Мы бегаем на двух ногах. Но когда мы садимся на велосипед, мы не чувствуем этой нагрузки. Пробегите 10 километров сами, да, и проедите 10 километров на велосипеде. Разница будет ощутимая. Если на велосипеде вы, скорее всего, даже не почувствуете, если хорошее навесное оборудование у велосипеда, хороший накат, то несколько раз покрутить педали для вас не составит труда. Но для животного это будет колоссальная нагрузка, тем более, если до этого вы с ним ничем подобным не занимались. По этой причине контролируйте нагрузки, не давайте возможности собаке перетрудиться, потому как перетрудиться, перетренироваться – это гораздо хуже, чем недотренироваться. И вообще очень конкретно нужно отслеживать, очень четко отслеживать нагрузки собаки. Хорошее питание, хороший отдых и хорошо подобран тренировочный процесс – это те самые столпы, на которых будет держаться здоровье, выносливость и хорошее эмоциональное состояние собаки. Отдельно хочется сказать о прыжках. Есть породы, которые очень прыгучие, очень высокая двигательная активность, те же самые бельгийские овчарки или терьеры. И неоднократно я наблюдал и в сети, и вживую, когда их проводники, их хозяева начинают подкидывать их игрушки, а портировочные предметы. Животные летят на бешеной скорости, с огромной инерцией, подлетают, ловят и приземляются на четыре лапы, на две лапы, на три лапы, как угодно. Животные рады, все хорошо, хозяева в восторге. Инстаграмы пестрят лайками от полученных видео, от залитых видео. Но только для животных это большая-большая проблема. Почему? Потому что, если мы посмотрим на щенков, то ни в коем случае, как минимум до года, лучше до полутора, такого быть не должно. Если мы посмотрим на щенка до пяти месяцев, до шести месяцев, то у него не должны быть прыжки и приземления на высоту выше, чем высота его пясти, то есть сантиметров в десять максимум. Потому что он формируется. Если вы не хотите проблем для здоровья своего друга, то, конечно, это стоит учитывать. То же самое относительно тяжестей, которые были видны на первом фото. До полутора лет никаких утяжелений быть не должно. Вообще очень вредно утяжеление для позвоночника, на самом деле. Они не дают правильную нагрузку, они только убивают здоровье. Все правильно. Но если мы говорим про те же самых собак, которые в упряжках работают полтора года... Это по-другому тренировка идет. Там она отраслится постепенно, начиная с колеса, а не со всяких тяжестей. Я к этому подойду. Я непосредственно к колесу и подойду. Колесо – это как раз то, что и нужно. И от него нужно будет отталкиваться. Это дальше будет. Что хотел я сказать еще. Да, относительно пород собак. У каждой породы свои двигательные особенности, своя физиология, свое поведение, свои задачи, ради которых эта порода выводилась. Тот же самый пудель и ягдтерьер – это абсолютно разные породы, как в плане физиологии, энергообмена, так и в плане двигательной активности. То, что для ягдтерьера будет легкой прогулкой, для пуделя будет уже запределенной нагрузкой с последующей мученической смертью. Учитывайте возраст обязательно. Щенкам давать минимальную нагрузку, так, чтобы они развивались гармонично. Старикам давать тоже минимальную нагрузку, чтобы не перетренировать, не замучить вашу собачку, потому что с возрастом накапливается большое количество проблем со здоровьем, которое может вылезти в сам неподходящий момент. И чтобы этого не случилось, берегите своих собак. Лучше дать меньше нагрузки, чем собаку замучить до смерти. Обратите внимание на это фото. Старая фотография. Один из солдат-срочников. У нас висит на дереве. Постановочная фотография. И немецкая овчарка. По крайней мере, фенотип немецкой овчарки. У нас впился в область штанов, которая соответствует ягодичным мышцам, да, и висит. Очень хороший метод тренировки, когда на какую-то опору подвешивается небольшая резинка с аппортировочным предметом, и собачка может, касаясь задними лапками, этот аппортировочный предмет трепать, хватать, да, она включает большое количество групп мышц, и животное тогда и устает довольно-таки быстро, да, и при этом не изнашивает свой организм. Один очень интересный аспект, который очень многие забывают, повышение уровня мужских гормонов у животных, которые занимаются активно физической деятельностью. К чему это все приводит? Если мы обратим внимание на фармакологию, да, тот же самый курс витаминов А, витамина С и витамина Е, он месячный курс, приравнивается к курсу стероидов, да, по своему значению на организм собаки. И при должных нагрузках, конечно, изменяется у нас тело собаки, да, появляется мышечная масса дополнительная, собака становится в себе более уверенно, более агрессивна в том числе, да, потому что у нее появляется высокий уровень содержания мужских гормонов. И если есть патология в психике у животного, то это может вылиться, возможно, может вылиться в агрессию к другим, да, поэтому ни в коем случае не злоупотребляйте химию, фармакологию. Есть ребята, которые хотят меньше с собачкой проводить времени, меньше на нее тратить каких-то усилий, дать ей таблеток или уколов, и, соответственно, есть, я таких встречал, и получить результат. Но, к сожалению, бесплатный простой сыр только в мышеловке. Для организма животного это будет очень и очень пагубно. Следующий аспект, который необходимо затронуть, это, само собой, и социализация, и приучение животных к различного рода раздражителям. Есть собаки, которые очень сильно боятся всего, да. Наверняка вы таких встречали, я в своей деятельности встречал много таких собак, которые просыпаются, открывают глаза, и они уже, по сути, сделали одолжение этому миру. Им тяжело жить. Падает листик по осени возле них, они падают в обморок, трясут лапками, да. Им тяжело, тяжело в принципе. И с такими собаками, конечно, тяжело ходить куда бы то ни было, да. Но есть упорные ребята, которые добиваются своего, и таких собак реанимируют. Но с такими собаками приходится потрудиться очень и очень хорошо. Я встречал собак, сам лично, почему я вырвал эту фотографию, это фотографии моих коллег, которые боялись морского прибоя, которые боялись огня, которые боялись дыма. Многие могут сказать, что это бред, это шутки, но, к сожалению, это данность, потому что селекция в наше время, конечно же, вносит свой отпечаток в собачий мир, который нас окружает. Поэтому приучение должно быть постепенным ко всему, в том числе и к раздражителям природным. Особое внимание хотел бы я уделить курсу витаминов, которые необходимо обязательно давать собаке при поездке в поход. Как человеку необходимы витамины перед какой-то поездкой, перед восхождением, перед альпинистскими сборами, перед сложным походом, так и животным. Обычно животные в наше время у большинства производителей витаминов рекомендуется им давать два раза в год эти витамины. По месяцу они примерно идут. Ну, у разных производителей по-разному, да. В зависимости от, опять же, физиологического состояния животного, их организма. Я настоятельно рекомендую вам за месяц до поездки, мы не говорим сейчас про спорт высших достижений, когда животные могут держаться до полугода на поливитаминах, потому что им это необходимо. Мы сейчас говорим про стандартную поездку, про стандартный поход. Там, где необходимо собачке просто больше двигаться, чем она двигается в условиях города. Так вот, я рекомендую вам обязательно давать собачкам как раз такой курс поливитаминов. Данный пример я привел просто для образца, ни в коем случае не призываю покупать им на эту фирму. Да, у нас большое количество фирм, которые выпускают достойные витамины. Это и заграничные производители типа Экселя, и наши научились неплохо делать. Это важно очень вам учитывать. С моей точки зрения, сугубо основываясь на скромном своем опыте, скажу, что одним из самых гармоничных способов для развития физической выносливости, ловкости и силы в том числе, это все-таки бег с собакой. Во-первых, он увеличивает ваш контакт с животным, потому что животное получает не больше, не меньше кайф от взаимодействия с вами. Она находится рядом с вами, она бегает, она познает этот мир, она чувствует запахи леса, запахи парка, потому что в Москве не всегда есть возможность выехать куда-то за пределы города, но здесь большое количество парков. И в данном случае собачка имеет возможность лишний раз с вами провести полчаса, час, два, у кого сколько занимает пробежка. И нагрузка такая дает довольно-таки хорошие плоды со временем. Тоже на одной из лекций я вам рассказывал, что мы замеряли по GPS средствам, да, сколько у нас пробегает собака. В среднем на один километр человека пробегает собака около трех километров, потому что вы бежите прямо, влево-вправо, да, собака пробегает гораздо больше и делает гораздо больше движений. Конечно, после того, как собачка у нас устает, после того, как собака уже готова повесить язык на плечо, получается так, что она бежит либо впереди вас, либо за вами. Но, тем не менее, это тоже хороший показатель. Показатель того, что собачка уже устала и лишняя двигательная активность для нее была в данном случае полезна. она была не лишней. Встречались мне собаки, которые боятся либо не любят, очень не любят непогоду. Собака, которая грустит в дождь, вы идете по лесу, светит солнце, все хорошо, только начал капать дождь, даже маленькие. Видно, что она прижала уши, хвостик между лап у нее, голову опустила и пошла. Такие собаки есть, все как у людей, все индивидуально. И вам важно самим приучать собаку к таким условиям, потому что в условиях полевых не всегда и не везде будет комфортно, будет солнечно и светло. И если ваша собачка будет плестись за вами еле-еле-еле, то, конечно, это будет и для вас лишнее расстройство. Приучайте собаку. Чем больше собачка будет находиться в таких условиях, тем лучше будет для нее самой. Она будет привыкать к этому, а все то, к чему она привыкла, для нее является уже нормой. Если вы используете одежду для собак, то важно и к одежде их приучать. Почему? Многие собаки не любят одежду. У них очень высокая тактильная чувствительность. И любое воздействие извне, снаружи, для них вызывает дискомфорт. Свою подругу, как только мы одели еще будущий щенком на нее шлейку для спуска по веревке. Небольшая шлейка хорошего производителя Пэтсел, здорово сделана, очень эргономично. На нее одели, она встала и не шевелилась. Не шевелилась минут 10. И смотрела таким непонимающим взглядом хозяин, ну что ты там творил? Что тебе плохого сделал? Зачем ты так издеваешься? Да, поэтому для животных важно, чтобы вы их приучали к этому. Чтобы не было потом лишнего, траты лишнего временного ресурса в условиях похода. Лучше все это делать заранее. Так, говорил я вам уже, что встречались мне собаки, которые боятся костра и дыма. Такие тоже есть. Если такая вам попадется, да, либо вы обнаружите такую, такую страх у животного, да, не бойтесь, это нормально. Такое может быть. Я вам сразу об этом говорю. Переходим к моему самому интересному вопросу. На данном фото ярчайший представитель собачьего мира, да, не буду называть породу, чтобы не обидеть ни в коем случае владельцев данных животных, представителей данного собачьего царства. Очень важно животных приучать наших собак другим собакам. Наши собаки вырастают в каком-то социуме, в каком-то коллективе и считают, что если ее окружают одни брахицефалы, одни бульдоги, да, то все собаки должны быть такими. И когда животное, собачка наша, после общества, которым она выросла, да, после общества бульдогов, которым она выросла, возьмем такую субъективную картину, встречает вот такого красавца, у нее, мягко говоря, стопор, да. Я встречал такие ситуации и скажу вам сразу, собак нужно приучать ко всем породам, чтобы не было лишних сложностей. Так, где толерантность к роду такого, да? У них стопор, страх и агрессия. Либо агрессия, либо стремление избежать, потому что то, чего я не знаю, я этого боюсь, а того, чего я боюсь, я либо с этим дерусь, либо убегаю, потому что для меня это может нести негатив. И собаки чаще всего выбирают либо убежать, ну, чаще всего убежать, либо дерутся, но чаще именно убегают. Почему? Потому что наши собаки это хищники, да, и хищники небольшие. И если появляется в собачьем племени какой-то представитель очень смелый, то, к сожалению, его постигнет в скором времени физическая кончина. Почему? Потому что есть гораздо более серьезные хищники, которые обладают большей силой выносливостью, более длинными когтями и более острыми зубами. Поэтому большинство собак именно трусливых. Дворняги, посмотрите на них все, да, на улицах, среди них вряд ли вы найдете представителя, который ринется атаковать вас по первой причине, которая для него является спусковым крючком к атаке. Да, очень важный момент приучения к другим видам животных. У моей подруги, в частности, была проблема, проблема следующего характера, она очень не любит лошадей. Неважно, пони, тяжеловоз, да, ишак. Все представители для нее очень ее раздражают. и выяснился, еще раз представители животного мира. Приходилось приучать привет Красноярскому зоопарку Роев Ручей. Когда заканчивался рабочий день и все уходили, меня проводили мои знакомые очень тихо и спокойно через черный вход, черный выход, да, и мы с собачкой ходили по зоопарку специально, чтобы приучиться. Это другие запахи, это другие образы, да, это другие звуки, и важно, чтобы животное научилось чувствовать себя среди них, ну, если не радостно, да, то хотя бы более-менее комфортно. Если в условиях леса у вас собака впервые в жизни, да, увидела или учуяла кого-то из зверей диких, да, и напугалась и решила, что ей необходимо где-нибудь подышать воздухом километров 15 отсюда, подальше от хозяина, то, конечно, будет вам тяжело с такой собакой справиться. У меня был у товарища пример. Пример очень хороший, очень красочный, когда к нему приехал друг, он в одной из деревень Красноярского края живет, очень хороший охотник, промысловик, и приехал к нему товарищ, говорит, вот, я купил за бешеные деньги, не помню, какую породу охотничью, которая медведя, два-три таких пса, медведя держит на раз. Он сказал, да, хорошо, достал из холодильника медвежьи лапы, дал понюхать в пакете этому псу, пес со страху выбил окно и убежал, больше этого пса не видели. Его даже искали потом несколько дней, но факт остается фактом. По этой причине существуют охотничьи испытания, да, чтобы животные знали запах зверя, они с ним могли взаимодействовать и не воспринимали его как нечто такое, которое для них несет запредельный страх и ужас. Ну, и как вы видите на данном фото, кошачьи с лабрадорами прекрасно уживаются в одном из зоопарков. Если мне не изменяет память, это зоопарк на Дальнем Востоке. Есть много ребят, которые очень любят ходить в непогоду, очень любят ходить и в ночной период времени, либо до поздней ночи. Конечно, это против техники безопасности, но, как говорится, дело каждого. Выбор делает сам. Если вы планируете какой-то поход, и не дай бог, конечно, можешь лечиться всякой, вдруг вам придется идти ночью, животные рядом с вами будут испытывать не определенный, а очень большой дискомфорт. Они мысльно-стереотипные, если животное привыкло в 8 часов вечера уже лежать на своих чудных бархатных подушечках, а вы ее тащите куда-то в ночь, то, конечно же, она будет всячески сопротивляться и говорить хозяину, что ты делаешь? Время, время, ты видел, время, мне спать пора, а ты меня тащишь куда-то в лес. По этой причине в темноте, в темное время, вам важно самих собачек выводить и на улицу, и куда-то в поездках, в небольших походах выходного дня, если вы туда ездите. в рабочем служебном собаководстве зачастую работы проводятся в том числе и в ночной период времени, чтобы у животного выработать правильный стереотип. Стереотипы вообще очень важны для собак. Если вы обратите свое внимание на советский период времени, на советскую кинологию, то, насколько вам известно, у нас 79-89 год в республике Афганистан наши войска были. И для того, чтобы наших собак готовить и отправлять туда, в Красной звезде, под Дмитровом, легендарная часть, Красная звезда исключительно, кинологическая часть, была создана специальная комната, которая имитировала те условия, чтобы животное, попав в условия жары, в условия песка, солнца, ветра и сушающего, чувствовало себя, но если не комфортно, то хотя бы не было у нее шока, потому что на климатизацию редко в военных условиях, боевых условиях дают время. Есть задачи, задачи нужно выполнить. Если животное у вас не работает, ну это в первую очередь вина самого специалиста-кинолога, проводника, владельца, хозяина, кого угодно. То же самое относительно наших дорогих собачек в условиях похода в ночное время суток. Так что создавайте для них различные условия, чтобы у них складывались правильные стереотипы. Этих стереотипов было много. приучение животных к альпинистскому снаряжению. Один из важных аспектов. Животные, многие, как и люди, боятся высоты, боятся пропасти, боятся упасть. Это вполне нормально. и зачастую, когда такие занятия у нас случались, многие собаки испытывали стопор. Кто-то боялся, кто-то, попав на землю после такого подъема-спуска, давал очень большого стрикача подальше от хозяина. Но факт остается фактом. И к данному аспекту необходимо собак тоже подводить очень аккуратно и приучать. Причем в условиях похода наверняка вы снаряжение используется довольно-таки часто. И когда животным необходимо помочь куда-то подняться, либо его поднять по веревкам, если животное будет активно сопротивляться, вы потратите лишнее время. А в условиях полевых, в горах, если мы рассмотрим временной аспект, то он очень важен, потому что чуть-чуть вы задержались тут, там, в одном, в другом, в третьем месте и наступила ночь. А ночь, соответственно, случится, может все, что угодно. Время нужно экономить. По этой причине делайте все заранее. Вот в данном фото как раз можно увидеть, что собачку будут поднимать по крутонаклонной переправе. Ее цепляют и через несколько секунд она уже поедет вверх. Как видите, собака абсолютно комфортно себя чувствует. Это результат наработанности. следующий аспект, который необходимо нам с вами обсудить, это, конечно же, социализация. Мы ее касались, касались уже неоднократно, обсуждали уже, но факт остается фактом. Да, социализация является большим помощником, либо наоборот, отсутствие социализации является главнейшим врагом животного. Я уже упоминал, что то, чего животное не знает, оно этого боится, потому что неизвестно, что это явление, этот человек, либо это животное, это дерево, этот кустик, этот упавший листик может для нее нести. Если она не знает, она боится, если боится, старается убежать. Чем больше вы животному дадите полезного, приятного опыта, тем больше животное будет радоваться жизни, зная, что ее в этом мире ничего не укусит, не оторвет ей лапку, не принесет боли, не будет для нее негативного ничего из того, что ее окружает рядом с хозяином. Причем не важно, какая перед вами порода. Маленький пудель, большой алабай, карликовый представитель наших декоративных пород, все собаки, их физиология высшей нервной деятельности работает всегда и везде одинаково. Вот вы видите данным фото, большое количество собак, это горы Осетии, горно-лавинные кинологические сборы и аттестации. Собак так выпускают, большой собак выпустили, конечно, все драки, они тут же купируются, если есть течная сука, ее убирает в сторону, изолирует от общества, потому что кобели сразу начинают сходить с ума и драки повсеместно. Но в общем и целом животные гуляют именно вот таким вот образом. Все вместе, большой-большой кучей, большой стаи. Транспорт вызывает у собак большое количество эмоций. Не всегда эти эмоции приятные, зачастую они окрашены в негативный оттенок, но если вы собираетесь в поход, однозначно вы будете пользоваться услугами транспорта. Автомобильный транспорт, морской, речной, авиасообщение, поезда, все это для животного может стать колоссальным стрессом и для вас принести большое количество этой сложности. Настоятельно рекомендую вам приучать собаку, приучать к автобусам, приучать к поездам, ездить периодически куда-нибудь на ЖД вокзал, к железнодорожным путям, в конце концов, чтобы животное видело, слышало, ощущало, чувствовало запах того или иного вида транспорта, чтобы впоследствии ей самой было рядом с вами комфортно и вам было комфортно. В данном фото у нас коллега моя Виктория из Камчатки, уже она не работает, со своим лабрадором, кабелем, отрабатывает беспарашютное десантирование с вертолета. Как видите, вертолет у нас не завис на 30-метровой высоте, а находится на земле. Для чего это нужно? Элементарно, чтобы животное привыкло к запаху авиационного керосина, привыкло к виду вертолета, привыкло к тому, что находится в подвешенном состоянии. Конечно, когда запускается вертолет, когда работают его винты, шум очень серьезный, и животное скорее всего будет бояться и упираться. Но это тоже опять же нарабатывается при необходимости, при возможности. Сейчас нынче актуальные заброски в дикие районы нашей страны, необъятные. И зачастую эти районы в эти районы можно пасть только либо на вертолете, либо очень-очень долгим путем пешего перехода. Конечно, очень многие выбирают вариант непосредственно заброска вертушкой. Это удобно, хоть и финансово несколько более накладно, чем пеший маршрут, но тем не менее оправданно в плане времени, точнее его экономии. И если ваша собака посреди подготовки даст большого-большого галопа от вертолета и вы будете ее ловить, а вертолет у нас элементарно стоит час, много тысяч рублей, больше ста, насколько я помню, в разных регионах по-разному, то лишнее время простоя вашего вертолета обернется большой-большой копеечкой. Это простой способ, как вам сэкономить деньги. Ну и само собой рекомендую вам не замахиваться на большой поход, на недельный, двухнедельный, трехнедельный, месячный тем более поход. Я рекомендую вам начинать с малого, начать с походов выходного дня и самое главное собаку, пользуясь терминологией охотничьего собаководства, нахаживать. Термин очень интересный, заключается он в том, что вы просто ходите по лесу. 1,2,5,7,10,12 прогулялись, 10-часовую прогулку по лесу сложно назвать прогулкой, прогулялись, собачка у вас побегала, привыкла к этому, привыкла к такому переходу и чем чаще будете делать в подобных условиях, в которых вы собираетесь ехать, если у вас тур по Подмосковью, то проблем никаких не будет, либо по Центральной России. Если у вас Кавказ, то, конечно, желательно то же самое сделать хотя бы в какой-то холмистой местности, чтобы животное привыкало к различным типам рельефа, найти где-то скалы, их тоже можно найти в ближайшем окружении от Москвы, чтобы животное привыкло, чтобы не было у нее стопора. И еще раз обращаю вашу внимание на то, что животное должно постепенно привыкать ко всем этим раздражителям, постепенно. Не старайтесь животное дать в малый промежуток времени как можно больше информации, как можно больше опыта. Это приведет к перегрузке психики. Тем более, если собачка у вас домашняя, вы ее любите, она никогда подобного стресса не испытывала. Лишняя нагрузка в данном случае приведет только лишь к пагубным последствиям. Это самые основные моменты, которые я вам хотел рассказать, передать. Наверняка у вас есть вопросы, готов на них ответить. Появился сразу. Вы говорили про то, что за велосипедом бегать аккуратно, лучше с самыми ложками с собакой. А по зиме как к лыжам относитесь? Я к ним отношусь хорошо, но здесь примерно такая же ситуация, как и с велосипедом. Тогда, когда я бегу на лыжах, я сам очень люблю лыжи, но свою красавицу я уже лыжами не мучаю. Ей уже тяжело. Я знаю ее особенности, я знаю ее проблемы, проблемы с суставами. Я знаю, что ей уже тяжело в принципе. У нее не так уже, как у молодого организма работает сердце. И лишний раз давать такую нагрузку неоправданно я этого делать не буду. Если собака в самом расцвете силы, если она имеет хорошую физическую форму, то, конечно, я ее возьму. В своем пике животное находится, я с собой спокойно и радостно заберу такую собачку. Это классика. мне кажется, я не очень быстро хожу на лыжи. Никаких проблем? Скорость и утревизация. У меня тоже подобный вопрос. У меня сейчас щенок 4 месяца в год, но он очень быстро набирает массу 21 килограмм. я хочу с ними убрать. Я убрал 8 лет и там тоже бегун. Если мы бежим одно дело быстро, другое дело мы бежим тросцой и долго. То есть скорость 7 километров в час, 6 километров в час. У вас такой скорости когда можно начинать, в каком возрасте и как можно увеличивать продолжительность не скорость, продолжительность? Вопрос правильный, вопрос очень нужный. В вашем случае я рекомендую вам пока с бегом повременить. Почему? Потому что у вас развивается организм, он набирает массу. Не всегда за костяком, за мышечной массой успевает рост его органов, то же самое сердце. Сердцу тяжело бывает прокачать кровь на такое количество массы. И в вашем случае актуальны просто прогулки. Где-нибудь с полугода можете начинать постепенно помаленьку вводить бег. С 500 метров. Легко, легко, легко. Сейчас пока просто прогулки. Дайте животному сформироваться правильно. не торопитесь. Нет, не до года. С шести месяцев если крупная собака. У вас собачка небольшая. говорили сейчас представителя большого. Если уже во сколько 4 месяца? Три с половиной месяца уже 20 килограмм. Да. собачка будет карликовом пуне. Тогда продолжение сразу же по поводу возраста и походов. Я походы планирую заранее. У меня не было о мысли про собаку. Поход был запланирован на рыбачий, на велосипедах, по кругу рыбачево. Скорость низкая на велике. Там каменистая почва, там дорог нет. Не то, что на шоссейниках. Мы там едем. Долго, медленно, мутор, такой мазохизм. Можно ли ее с собой взять? И год 8 месяцев собаки. Если вы подойдете грамотно к процессу подготовки, если у вас будет хорошее нахаживание животного, если оно будет спокойно по лесу проходить уже к половине года 5-7-10 километров, то по каменистому грунту у вас будет примерно такая скорость передвижения, как вы идете по лесу. 5-7 километров максимум. И в таком случае собаке более чем комфортно будет. Километров по 30 по 40 день будет. Это много. Это много, конечно. Да, 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 да. В противном случае суставы будут страдать, будет страдать весь организм, сердце. Потом будете больше времени и сил, и средств тратить на восстановление. А ребята, кто у нас занимается восстановлением, будут только рады. Потому что лишние клиенты для них не лишние. К так это к великому сожалению, еще вопросы. У меня такой вопрос. Я много источников по дрессуре смотрел. Нужно ли очеловечивать свою собаку или нет? есть интересно ее вообще в поход идти или нет? Животное вам всегда интересно находиться рядом с вами. Животное узнает вас через взаимодействие с вами. Оно научится вас читать. Оно читает вашу мимику, ваши жесты, вашу интонацию. Оно знает со временем, что вы будете делать. Вы сами еще не знаете этого, но она уже по определенной алгоритмике просчитывает ваши движения, ваши действия. И соответственно, чем больше вы с ней времени находитесь, тем больше времени будет у нее на изучение вас, тем лучше будет у вас с ней контакт, тем лучше ваше общение будет с ней, тем выше у нее будет заинтересованность вас. Понимаете? Их поход найдет, она найдет не в лес, найдет за вами. Вы отсюда тогда вопрос. Мы в базном лагере были при Легрусе севера и взяли ее с собой. Когда выходили на ледник, ей стало страшно. То есть мы вцепили в связку посередине и она затрусилась сильно, прошли метров не больше ста и потом ее спустили в лагерь и оставили сами пошли дальше расхоловиться. И непонятно что с этим делать. Оставить его в лагере а хотелось чтобы она тоже с нами поделась в лагере. К сожалению очень много проблем у собак в поведении связано именно с качеством их генотипа. Когда мы берем у вас дворняга же да? Да. Когда мы берем собаку из приюта наверняка взяли из приюта либо с улицы пожалели мы же не знаем кто у них родитель. Мы не знаем как они жили в каких условиях они содержались что они передали своему потомству в качестве генотипа. потому как генотип определяет все. Если не все то большую часть. Мы не знаем как содержалась собака до этого момента когда вы ее взяли. Мы не знаем чем она питалась мы не знаем как она росла в целом она была предоставлена сама себе улицу и воспитывала. И конечно же закладка всех основных моментов поведенческих она происходит в ранний период времени. В каком возрасте вы взяли собаку? 6 месяцев конечно. Это уже по сути сформированный во многом пёс организм. и рассчитывать на то что собака будет выросшая в таких условиях таких родителей образцом отваги и смелости не приходится. Дворняги потому и вообще собаки потому и выжили что они могут бояться раз они боятся они убегают. Можно попытаться это все маленько подкорректировать не факт что это все получится но варианты коррекции есть. Аккуратно подводить собачку к леднику учить ее приучать тому что здесь нет ничего страшного но скажу вам сразу же у собак у дворняк у них есть проблема поскольку психика у них не настолько сильная и любой раздражитель может выйти за границы возможностей их психики вся ваша работа титаническая по изменению данной проблематики может пойти на смарку из одного какого-то маленького маркера я опять же по вопросу ледникам я когда смотрел варианты как собаки забирались на груз там кто-то использовал кошки для собак то есть специальные насадки на лапы с металлическими такими штырьками вы их пользуетесь нет по ледникам когда мы гуляли летом я помню однажды собачка меня все наши собаки которые присутствовали в той поездке на тех горно-лавинных сборах на Алтае это был 2015 или 2014 год сбили себе лапы и сбили лапы и стерли к тому же их кровь они не могли ходить и в таком случае конечно же мы их максимально снизили у них двигательную активность перемотали лапки дали несколько дней отдыха и потом надели тапочки но кошки никто не использовал если мы передвигаться будем исключительно по леднику возможно имеет смысл рассмотреть такой вариант но опять же ваша собака не будет находиться отдельно от вас по леднику неважно открытой или тем более закрытой она будет пристегнута и у собаки есть когти если мы говорим исключительно про сохранность их подушечек в таком случае актуально относительно именно использования в кошках и тоже нужно уходить уметь мы можем научиться научиться ставить правильно ногу и нас тому учат на альпининских сборах а как вы научите собаку это долгий и большой-большой труд так что в данном случае это не актуально собачка не всегда будет ставить правильно лапу и поможет ли кошка в данной ситуации опять же вопрос про Кавказ где много бурных рек и где-нибудь там повалено здравленное бревно нужно ли страховать собаку или она сама на скорости передач мы ее опускали она сама перебегала но была стрелка я полностью согласен страховать надо мало ли что бревно может быть мокрым после дождя может подуть шквалистый ветер все что угодно и потом вы потратите больше времени и сил а еще и нервов пытаясь в бурной речке найти вашу собачку поэтому надо может случиться всякое а собачку лучше свою беречь можно вопрос у собак случается горная болезнь да да то же самое точно так же как у людей вялость апатия ну насчет головных болей не знаю но было ей плохо тошнота в том числе и рвота может быть здесь да 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 заплетаются лапы здесь только одно лечение это дать возможность отдохнуть в данном случае если мы рассматриваем горную болезнь да если непосредственно ее то я не использовал фармакологию да может кто-то использует но не использовал единственное что я использовал да после двух недель в горах даже после недели начинал давать подмешивать потихоньку регидрон почему потому что вода очень мягкая она и у человека и у собачьего организма вымывает и кальций и витамины и соли да и тут мы добавили немного этого чудного средства да оно конечно не совсем приятное на вкус но с другой стороны собачку восстанавливает абсолютно да просто es что еще нет я убьют этот он сам он он всё он Субтитры создавал DimaTorzok